Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Сопротивление режиму будет только увеличиваться. Из принудительного приземления Рейса Ренейр в Минске и заключения Романа Протасевича можно вынести важный урок, пишет The Washington Post. Даже несмотря на такое возмутительное запугивание, стена страха рушится в Беларуси, и плохие парни в отчаянии. Оппозиция никуда не делась, а после грубой атаки в воскресенье 23 мая ее сила может только увеличиваться. Евросоюз отреагировал жесткими санкциями через день после принудительного приземления самолета Ренейр, дав начало процессу, который заблокирует воздушные перелеты между ЕС и Беларусью в целом. Изоляция белорусского диктатора усиливается. Говорят, что даже Владимиру Путину Лукашенко как личность не нравится. Долговременные протесты в Беларуси вдохновляют. Блогер Сергей Тихановский в прошлом году объявил о намерении бросить вызов Лукашенко на президентских выборах в прошлом августе. Когда его арестовали через два дня после этого, его жена Светлана заменила его и выдвинула свою кандидатуру. Тихановская провела яркую предвыборную кампанию. После этого вспыхнули масштабные протесты. Десятки тысяч людей вышли на улице с бело-красно-белыми флагами, требуя остановить таракана. Говорят, что Лукашенко арестовал примерно 35 тысяч человек. Протесты продолжились. Именно это и привело к ужасной диверсии на борту самолета с целью арестовать Протасевича. Автократические правители уже не видят другого способа. Издание сравнивает историю Протасевича с убийством журналиста Джамала Хашоги в Саудовской Аравии, которому послал команду киллеров наследный принц союзной США Саудовской Аравии Мохаммед Ибн Салман. Но кто кажется отчаявшимся и напуганным в этих атаках? Таковыми выглядят как раз бандиты, которые не могут остановить несогласных иным способом, кроме как похищая их. В мире идет битва между автократическими лидерами и молодыми активистами, которые хотят иметь право высказываться свободно. Это происходит в России, Китае, Турции, Саудовской Аравии, Египте, а также в ряде других стран, включая Беларусь. Администрация Байдена в этой битве на стороне добра, и она рассматривает ее как битву за то, чтобы в мире царил по-прежнему мировой порядок на основе правил, а не игнорирующая любые законы беззаконная власть бандитов. Президент Байден хочет бороться с диктаторами без начала новой холодной войны. Он заложит основу для этого, когда встретится с Путиным 16 июня в Женеве. Господин Байден, напомните, на чей вы стороне? На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также обязательно пишите свой комментарий под видео.